Доброе утро дорогие телезрители, говорите показывает Красноярск, это я тетя Таня, сегодня в красном и конечно же я буду рассказывать вам про хризантемы, про лук, а в общем хочу сказать добрые слова о теплицах, которые придумали очень хорошие люди. Вот посмотрите эти красавицы расцветают, конечно это хризантемы корейские шаровидные, это любимица этого сезона, посмотрите сколько цветов и сколько их еще будет, все распускается и это тоже все в цветы превратится, но у меня первый опыт с хризантемами, простите, и я конечно очень хочу сохранить их зимой, поэтому они переехали в теплицу. Сначала я хотела высадить их в горшках, прямо туда горшки запихать, но потом подумала что ну слишком большой объем этого горшка, это все весной таскать очень будет тяжело, почему весной таскать, сейчас объясню, вот они будут здесь свести до тех пор, пока не наступят очень сильные холода, потому что карбонат он не выдерживает уж очень низкой температуры, а у этих растений еще раз повторяю, у всех видов хризантем, как и у роз, сухая зима, то есть с неба ничего не должно падать, ни снега, ни воды, а уж воды-то тем более, не любят лилии воду, не любят розы воду особо, все должно остаться сухим в прикорневой системе, в приствольном круге, и вот смотрите, они политы, я их полью, видите, политы, да, я их полью еще раз, и все на этом, и поливаю только потому, что в теплице жарковато, но от этого они просто на глазах распускают цветы, я безумно рада, еще раз, может быть, удастся показать хризантемы, и мы, когда наступит холод, мы обрежем их, обрежем прямо, оставив пенечек там буквально десять сантиметров, и вот этим обрезанным укроем этот пенечек, а сверху затянем в два-три слоя укрывной шестидесятку, вот так будет зимовать хризантема, если боитесь, тогда сухой землей, которая уже высохнет ко времени, они еще месяц будут свести как минимум, то есть до конца сентября можете даже голову себе не парить, им прекрасно в теплице, и в октябре здесь шпинат растет прекрасно, вот, укроем, и можем окучить их еще, потом укрывной сверху, вот так они сохранятся, любые, вот такие, такие, такие и такие, без разницы, сейчас, вот кроме того, что мы их поливаем водой, да, нужно обязательно помнить, что им нужен фосфор, возьмите двойной суперфосфат, он как-то растворяется в воде, вообще он водорастворимый считается, ординарный нет, а двойной да, и пожалуйста, кормите их раз в неделю с поливкой, вот именно этим удобрением, у них идет образование цветов и образование корней, пока я не полила их фосфором, ничего не происходило, они стояли просто в зелени, а сейчас цветов вон сколько, ну, я сегодня говорю не только о хризантемах, но еще и о луке, вот на этой грядке, моей любимой третьей грядке, сделан небольшой горбик, на него я вырвала и высыпала лук, он, конечно, еще с прекрасным зеленым пером, но здесь лук будет сохнуть, вот скажите, где еще место найти на даче, ну, не в дом же тащить это, представьте, запах лука, дом пропитается или в баню, конечно, это теплица, однозначно, здесь так удобно все устроено, верхние форточки открываются, двери насквозь открываются, здесь всегда тепло и комфортно, здесь всегда растет все абсолютно, вот на этой грядке один год были розы, знаете, как они цвели, а еще у меня точит так внутри червяк, который меня съедает, и я очень хочу посадить на третью грядку, вот сюда, после рассады, лилии, вот кому вода не нужна, летом три раза полили, как следует и достаточно, у них нету желтых пятен, они цветут очень долго, очень крупно, ой, у меня вот, знаете, лучше остановиться, ну, вот то, что вы увидели, это хорошо, значит, так, кризантемы переносим в теплице, присаживаем их как следует и поливаем с фосфором обязательно, из расчета одна столовая ложка на 10 литров воды, все пока!